Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все, братцы и сестрицы во Христе, всем желаю радости, веселья и счастья в Господе нашему, Иисусе Христе. Всем желаю возрастать во всякой благости, праведности и истине через познание Господа и Бога нашего, сущего над всем, благого и неизменного в помышлениях своих, сущего над всем Иисуса Христа. Бога нашего, Творца и Создателя, имя Которому — Любовь. И имя это Он явил в последнее время особенно ярко, пришедший во плоти, творя все дела во плоти, даже до крестной добровольной смерти на кресте. А о том, что это имя именно Бога, явил нам своим воскресеньем во плоти. Ну, что и для нас является еще и доказательством бессмертия, на которое мы теперь уповаем и живем этой надеждой, надеждой всеобщего воскресенья, которая, безусловно, будет. Давайте помолимся, без Господа ничего делать даже не хочется. И невозможно, хочется или не хочется. Все мы Его ниточкой жизни, пуповинкой питаемся. Господь наш и Бог наш, сущий над всем и неизменный в слове Своем Творец и Создатель, спасибо Тебе за все, за всю любовь Твою. Спасибо Тебе за то, что всегда нам подаешь все потребное для жизни и веселья. Спасибо Тебе, Господи, слава Тебе, слава Тебе за все. Благослови эту трансляцию, уста говорящего, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих. Да в каждом слове прославишься Ты и имя Твое Святое явлено Тобой на кресте. И да откроется помышление всякого сердца и доброго, и злого, и узрит всякое плоть, слава и величие, а главное, Божество Твое, воскресение Твое. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Христос посреди нас, братья и сестры, Он всегда с нами, всегда. Бог Творец и источник всего. Я не зря на этом так акцентирую сюда внимание. Вот сегодня я хотел бы поговорить о любимой теме, как не пожевать антихрист в последние времена. Но я бы сюда присовокупил, знаете, любовь к врагам. Даже не к благодарным, а именно к врагу. Именно к такому человеку-ненавистнику, тебя лично ненавистнику. Потому что все вот это... Ну, во-первых, я вам скажу, уже говорил, как-то вы слышали, когда я о Боге ролик записывал. Все вот это насынье с этим антихристом, с сатаной, со всем этим масонами там, врагами истины в моей голове, врагами православия, врагами... Католики наносятся с врагами католиков, протестанты с врагами протестантами. И так каждый кулик свое болото хвалит и чужой ненавидит. Все это ерунда. Мы все от одной крови. Все мы веточки на одной лозе, у которой корень один. Бог есть любовь. И поэтому надо же понять, что все мы живем, все мы сейчас дышим только благодаря тому, что незримо мы связаны пуповиной с Богом. Убежать от этой пуповины... Вы понимаете, что такое раб Божий, вот тоже известно. Вот мы рабы Божии. Если в мире еще можно сбежать от своего господина, то в духовном мире от Бога сбежать невозможно. Господь нас создал. Хотим мы, не хотим. Это все притчи, образы, символы. Блудный сын ушел в страну далекую. Да, все это хорошо, но только от Бога уйти невозможно. Это та, знаете, есть бобина такая тоже, там проводы наматанные или шланги поливные. Вот ее можно раскатать, она там может закончиться. Ее можно, да, обрезать и дальше пойти с обрезанным проводом. От Бога пуповину не отрежешь. Да, это вот та вечная пуповина, тот вечный электрический кобелечек, тот кислородный шланг для водолаза, который, ну, не в наших силах. Он режется с одной стороны, как бы с Божией, но Бог есть любовь, поэтому этот шланг, проводочек и пуповина никогда в жизни перерезан не будет, ему Бог любовь. А мы, к сожалению, мы не имеем ни инструментов, ни возможностей, ни зубов ее перегрызть. Да, так положил Господь. Бог себя, как в Писании, говорит, отречься не может. Понимаете? А мы не можем ничего сделать, потому что мы горшки, а не горшечники. Мы создание, а не создатели. Вот. Поэтому никуда с этой круглой земли, как говорят, не деться. Это вот Господь специально эти образы положил. Никуда мы от Бога не убежим. Как Иоанн Креститель хорошо вопиял-то голосом в пустыне. Кто вам вразумил? Кто, как вы можете думать, бежать от будущего? Кто вам это научил? Говорит, это же безумие. Как вы думаете убежать от будущего гнева? Ну как? Ну как? Вот ты разделся, и вот либо нагота чистоты души твоей, либо срамота наготы души твоей. Вот выбирай. Ты снимешь. Все, что тут, все станет явно всем для всех. И ты как? Что такое плащ скрежет зубов? Как же люди не поймут? Это же стыдоба. Ну кто сейчас? Все, ой, да ладно, что я там? Прям-прям стыдоба. Ну пойди на Красную площадь голым. Пройдись. Я посмотрю, пройдись в штаны, наложи себе и пройдись по Красной площади. Постой в метро, посмотри, как на тебя люди будут реагировать. Что-то я таких желающих, думаю, найдется один из миллионов. Только кажется нам все это шутками. Да нет. Второй этап будет действительно страшный, вы знаете. Поэтому Бог-то не пугал, а предупреждал. Я положу второй шаг обучения, говорит, лучше вам в него не вляпываться. Родные, детки, не отрекайтесь от любви. Страшно не впасть в руки Бога живого, а отпасть от Бога живого. Это страшнее, чем впасть в руки Бога живого. Впасть это счастье в руки Бога живого. А вот отпасть от него невероятно страшно. Это тьма. Попробуйте. Что-то я не думаю, что вот сейчас, где идут войны, конфликты, кто-то хочет от 10 вооруженных до зубов солдат отойти, где там 10 уже или сотни вооруженных бандитов. Страшновато. Я не думаю, что кто-то в пустыню готов уйти от склада полного набитого продуктами. Это нам только кажется. Все мы о себе мним, что мы такие вот герои. Никакие мы не герои. Мы маленькие дети, которые должны вот так за папкину ногу держаться. За сети, папа, тут собачка кусается, меня напугали. Надо бояться, только бояться не Бога, а всего вокруг, как маленький ребенок, и за папкину ногу держаться, за мамкину юбку. Вот кто для нас Бог. Папкина ножка и мамкина юбка. Не Бог страшный, а все вокруг страшный, и страшно отпасть от Бога живого. Как мама пугает, все, я ушла, и уходит действительно. Вот там истерика у ребенка начинается. Вот вспомните этот момент, вот страшно там оказаться без Бога-то, когда Бог от тебя вот так как мамка отойдет и посмотрим какой ты герой-то. Вот Бог такой попустит этап. Он нам это четко открыл. Поэтому, конечно же, мы должны призывать благовествовать о том, что люди будут страшно. Кто вам внушил бежать от будущего гнева? Вы же умрете. Вы эту одежду снимете. Вот Антихрист, что с ним насаться? Да он тварь. Это вообще человек будет. Сатана разумная душа, какая бы она там ни была совратившаяся. Бог вот так пуповинку подожнет и человек вот так угаснет. Он ее не будет перерезать. Бог есть любовь. Но он свою пуповиночку будет вот так шить. Что наше здоровье? Все попускает Бог. Это опять образы. Да, Бог попускает. Бог даже сам ее не передавливает. любовь. передавливает ее сатана, но попускает ему Бог. Он передвинуться не может. Мы все двигаемся. Сатана двигается, потому что опять движение ему дает Бог. Это такой с одной стороны абсурд кажется, но это так. Двигаться сатане дает Бог. Он никто в жизни, в мироздании нет самодостаточного существа. Я уж не говорю о материи, даже разумного существа нет. Мы все живем, потому что мы причастны к божеству, потому что мы его энергия. Он вечный двигатель, он вечный аккумулятор, он вечная энергия. Он тебя привел в бытие и держит тебя в бытие только потому, что он Бог. И ты существуешь, пришел и существуешь только потому, что он тебя питает, даже когда ты творишь зло. Да, извратить это, можно сказать, тогда Бог творит зла. Да нет, Бог дал тебе свободу. Дал и не нарушает ее. Ты же вроде за это благодаришь, что вот, даже язычник, как хорошо, что я родился. Ешь, пей, веселись. У тебя есть свобода-то. Не может быть разумное существо богоподобное без свободы, потому что Бог дух, а Бог это дух свободы. Он сам этот дух свободы. Вот что с этим антихристом насся? Что насся со всеми этими тремя шестерками? Что насся с этими последними временами? Что насся с этими масонскими заговорами? Тебе ничего не повредит, с тобой ничего не будет. Твой в жизни любить всех. Кто вбивал гвозди в руки Господу? Кто? Христовы, что ли? Нет. Антихристы? Кто отверг Бога в раю? Христос, что ли? Нет. Адам антихрист. Да все мы антихристы каждый раз, как Павел говорит, распиная в себе Христа. Каждый раз отвергаясь от Бога. Вы знаете, это я тот, где Бог Божонок кролик-то записывал. Я говорю, вот Бог стоит, он вот так, вот так, вот посмотри на меня, отойди, отойди, вот я хочу вот это, или вот так вот, Бог тебя, а ты, да я там, я сейчас найду, что мне надо. Цветы, поцветы, Бог вот так уже пляшет, вот он уже на землю сошел, пляшет перед тобой, ау, брат, когда он сошел, он для нас стал братом, а не папой. Опомнись, вот он я, прыгает, скачет, целый день Евангелия, Евангелие почитал и пошел по мертвым косточкам, пошел, поехал, деньги тратить, да ты ближнему сделай добро на эти деньги, которые ты тратишь на эту ерунду, путешествуя, паломничество. Кому твой паломничество, где тебе Бог заповедовал паломничать по костям, по мертвым, что это хождение, захождение по костям, где ты это в Евангелии нашел? Ты человек 21 века, у тебя есть послание апостолов, кто тебе это заповедовал? Ты потому не знаешь Бога, потому что ты не живешь по его заповеди, он тебе сказал, уповай на меня и люби ближнего, и не перепутай, Кутузов, помните, как бриллианты в руке, у меня прям всегда этот стоит, дитям мороженое, у его бабе цветы, вот тот и перепутал, элементарную вещь, так и мы, вечно у нас вот это все сатана, древо познания, зла под видом добра, уповаем на Бога, а любим ближнего, и не наоборот. Я поехал, у меня болячка, я поехал по всем святым местам, 10 тысяч выкинул, 20 тысяч, 30 тысяч рублей выкинул, тысячу долларов, две тысячи долларов, ни рубля на ближнего не потратил, лучше поддал в детский дом, поехал по костям, по мертвым, по святым батюшкам, святые, они не святые, одному Богу известно, любви к ближнему не сделал, на себя все потратил, и обратился не к Богу, а опять к людям и к материи. Не знаю, как люди Евангелие, такое ощущение, что люди вообще Евангелие не читают, там же все наоборот, Бог, показывая своими делами и уча делать дела любви к ближнему и все брать у Бога, делают ровно наоборот, ровно противоположную вещь, делают все, что Бог не заповедовал, и что заповедовал, ничего не делают. Что нас с этим, антихристом, он тебе такой же брат, он такой же человек, немощное существо, а приписывать Богу, что Бог вот там, зачем Богу приписывать немощи, брат, не богохульничай, сестра, это же страшно, Богу не надо приписывать немощи, что он может быть не все контролирует, ну или вот, ну как-то вот есть природа, нет, да Бог есть творец всего, Бог есть промыслитель, Бог есть всего этого писатель, писатель как взял в книжке, стер и тут же нарисовал, художник взял, смулевал, две секунды новый рисунок, все мы вот так пронизаны его энергией, все, вот так вот он, нужно тебе здоровье, обратись, он тебе даст, он тебя обратно вернет, да Бог, понятно, что Бог, есть духи слепоты, немоты, язвы, да, Бог попускает это, не он даже тебе это, как говорится, прижимает этот шланг, сатана на него ногой наступать, но попускает ему Бог, у нас есть книга Иова, прекрасная, такой же детский, ребятийский образ нам Господь показал, причем вроде как мы исповедуем, что это не сказка, не были, а реальный случай, но как сатана там к Богу приходила, это же реально, в том плане, что символически, образно, что ничего, никто не может без воли Бога, он сказал, я волосы у вас на голове себе посчитал, кто посчитает у кого волосы на голове, поэтому я вот этого честно никогда не пойму, как человек начинает молиться за врагов, каким образом, конечно, сначала по плоти это непонятно, люди живут своими страстями, своими похотями, не заповеди Божьи, отвернувшись себя, нести крест, я вам много раз говорил, несение креста, или крест Христов, это любовь Божья, а я должен уподобиться ему, значит, я должен делать дела любви к ближнему, и он сам об этом говорил, и прямым текстом, я говорю, я просто люблю эти образы раскрыть, чтобы уже вопросов не было, и символы, где Господь давал, еще от начала, и в последнее время явно, и явил своим примером, как он сказал, и как апостолы говорили, что он нам показал пример, как нам делать, и чтобы мы поступали по его примеру, идя за ним стопочку, стопочку, и он показал это все нам, явил явно, антихрист, такой же человек, что он какой-то, ну что, сами его возносят на какой-то, ему какой-то божественный, вы знаете, как это правда был, где-то там говорят, ну, в исторических, Рим, или кто там, я не помню, он хотел прославиться, какой-то там человек, изжег, там, я не помню, что он там, я не помню, в каком это было, древнем, но, по-моему, это, ну, мы можем не доверять, конечно, это было еще древнее, там, до Рождества тоже, ну, по-моему, это Крец или что-то такое, ну, кто слышал это, и он хотел увековечить имя свое, как мы многие любим, вместо того, чтобы уйти туда, как говорится, забыться об этом, говорят, вот, кто туда возвращался, посмотрите видео на Рутубе, ничего не помнят, уже не хотят сюда, вот, и он захотел увековечить свое имя, и вот сжег этот город, или что-то там поджег, ну, и все, когда об этом узнали, поймали его, ну, он сам себя объявил, он-то и не скрывался, да, и спросили, почему, вот он сказал, почему, он по глупости, по своей, потому что зло омрачает ум человека, он говорит, да, что я вот хотел вот так вот, так правитель, весь судейский, весь народ, говорят, предать забвению это имя, никогда больше о нем не вспоминать, и об этом пожаре, так он там начал орать, шуметь, и из себя, из кожи вон лезть, потому что понял, как он попал в просаг, понимаете, сами сатану этого готовы на щит вознести, мы даже не понимаем, что те, кто с ним борются, получается, ему только помогают, да мы эту заразу только распространяем, поменьше бы о нем говорили, он бы и не пришел бы, человек приходит туда, где его готовы на щит поднять, плохо или хорошо, и те, кто вчера, как Господь говорит, пальмовые, как и было с Господом, веточки клали, и осанно кричали, на следующий день горло, глотку рвали, ора, или как правильно сказать-то, оря, возглашая, не знаю, как правильно склонить слово, в общем, надрывая глотки, вопияли, распни его, и уже кидали не пальмовые ветки, а все, что только под руку попадалось, да и, в общем-то, руки свои не особо сдерживали, вот она вся слава человеческая-то, и наоборот, будет при Антихристе, сначала, небось, как там Достоевский писал, жертвы, что-то там, в общем, он же прикинется жертва, ему же надо будет писание-то, как-то все под него подмазаться, ну да, может он какой-нибудь, типа там, тюремщик будет, что-то там случится, или это будет игра, какая-нибудь иллюзия для всех, что он страдальский такой, он же весь народ спас, скорби за всех понес, там что-то будет такое, иллюзорное, чтобы это подписание подогнать, ну, может сначала явное как-то, мы там всего этого не понимаем, я говорю, сначала, скорее всего, будет каким-нибудь зэком, борцом за свободу, типа, ну, как сейчас по-нашинскому сказать, вот как это есть, и потом во главу все станет, да, всем свободно, короче, будет какой-нибудь лидер госпереворота, очередного всемирного правительства, что-нибудь типа такого, только с амбициями, на самом деле, вообще сумасшедшими, да, вот этой гордыни, превозношение, на самом деле, вы просто, кто знает историю, тот знает, но кто нет, я вам скажу, что вы сами знаете по современному миру, у любого лидера, у всех у них, у всех замашки башков, все они претендуют, и обычный человек, даже в семье, муж там, или жена, у кого потом клинит, и семьи, на самом деле, становятся адом, там, помимо материального превосходства, допустим, мужа над женой станет зарабатывать, а бывает сейчас и наоборот, и всю жизнь так было, бывали богатые браки, где женщины были богаты и в древности, потому что были такие же царицы, а цари разорялись там, допустим, они женились, вот, и потом это переходит в духовную власть, надо же не только над человеком иметь, надо взять над его душой, палку взять, не любовью к себе притягивать, а палкой, дубинкой, силой, страхом, вот у нас, все кверх тормашками, все не к богу, а от бога мы отдаляемся, вот, и поэтому, что с этим сатаной-то, с этим антихристом, надо поменьше о нем говорить и думать, и, и побольше любви в мир приносить, вот мы бы отдаляли приход антихриста, побольше закваски, закваски, пусть там с другой стороны другую закваску кладут, но мы-то христолюбцы, какую должны закваску уложить, Божью, который сказал, моя закваска, любите друг друга, одна закваска, у нее одна формула, у этой закваски, у этих дрожжей, любите друг друга, как я возлюбил вас, как он, а он не палкой любил, не антихристов искал, он ему много в Евангелии уделил внимания, вот скажите мне сейчас, жалко, связи нет, ну вы понимаете, да, я шучу так, ну вы ответьте сами себе, знаете Писание, много Господь уделил внимания в Евангелии Антихристу, посмотрите на христиан, они же озабочены этим, многие, это их пища, как Господь говорил, вы не знаете моей пищи, моя пища, творить волю Отца, вот это их пища, такое ощущение, что они если в день не скажут все-нибудь об Антихристе на всю страну, на весь мир, все, он голодный останется, действительно, его хлебом не корми, дай поговорить об этом, о последних, все там разыскать, везде Антихристов, найти, да что же это за закваска-то, наше дело другая, мы борцы и воины Христовы, а воевать мы чем должны, у нас одно оружие, у нас нет зубов, как у волков, у нас есть только барашечья шкурка, и нежное блеяние, бле-бле, как овечки, вот все наше, все наше оружие, наше дело творит дела любви, тем и заквасывается, и говорить о Христе, не об Антихристе, лишнее слово о Христе выйдет с силой из тебя, проповедуй, говори о нем, говори, что он любовь, говори, что он Бог, говори, что тебе надо ему уподобиться, один способ снять одежонку и туда пули к нему притянуться, ибо подобное притягивается к подобным, никакой жених на бомжовой невесте на уродливой, страшной, вонючей, жениться не будет, Бог нас женист, но она до себя так украсит всеми плодами его духа, всеми этими добродетелями, любовью, радостью, миром, верой, долготерпением, кротостью, милосердием, воздержанием, всеми плодами духа, чтобы он признал в нас свою невесту, признал и сказал, да, любимая, садись, вот он, брачный пир нам, отцом приготовленный, все мы там будем одновременно, и невестами, и гостями друг у друга, если мы, конечно, не уподобимся этому брату, который весь локти обкусал, что старшему брату, что младший, покаялся и вернулся к отцу, теперь тоже может быть счастливым. Мы должны подводить ко Христу жениху, умоляться и радоваться, а не совращать христовых, невест, не к себе притягивать-то, а к Богу приводить. Открой человеку истину, и он сам узнает, что относительно истины, не истины и зло. Нам надо истину распространять, а мы что делаем? А мы еще помогаем антихристов искать. Если они и есть, то уж искать-то их не надо, помогать-то пальцем на них тыкать. Да надо показать, где Христос, а Христос вот в сердце твоем и в Евангелии. Вот и ищи себя в нем и возделывай. И чем больше будешь возделываться, тем больше это будет зеркальце протираться, и ты будешь видеть, кто ты есть на самом деле, кто Господь. Вот куда надо смотреть-то. Поэтому с этим Христом, антихристом, это прям с антихристом, вернее, беда. Со Христом-то счастье. Я убежден. Господь один раз сказал, я вот вам сейчас говорю, Он говорит, который во имя, Он даже его никак не назвал. Он говорит, придет, который, потому что, кто знает, в Евангелии очень часто, помните, притча о богачее Лазаре. Есть имена написанные, имена в книге жизни, и есть не написанные и не известные никому. Вот и его имя, даже Господь его имя никому не давал, никакое, даже символическое. Как там, знаете, Господь будет Эммануил назван, но его же не так назвали. Но у Господа как бы много даже имен в Евангелии. А у него ни одного имя нет. Павел и тот написал в антипод сыну человеческому сын погибели. Но опять оно и не прижилось как имя собственное, вот именно, как анти. Это уже потом придумали. Вот. Иоанн Богослов, конечно, уже Бог через него открывает, это понятно. Но сам-то Христос один раз сказал, ну, придет вот во имя свое, и вы его примете, вот. А мы все должны отдалять распространением Евангелия. об Ангелии Я. А там много ли об Антихристе-то? Да ни слова. Евангелие это прям свет, свет и любовь и радость. Если бы там было все время осуждение всех на свете, обличение, все эти перипетии политические, да его бы никто читать бы не мог. А его читаешь сутками, годы напролет, и никак от него отлепиться не можешь. Уж сколько раз я даже оставлял думать, да ладно, все уже знаю. И все равно и тянет, и хочется, и слушаешь, и радость. Как будто слова Господа слышишь. Я не знаю, как кому это объяснить. Вот действительно, хочешь, скучаешь уж по материи, по какой-то, по вещественному началу мира. Вот тебе слова Христа прямым текстом. Как же их не услышать-то лишний раз? Тот, кто любит Христа, тот, естественно, кто любит человека, да он любит и слышать его, и видеть, и о нем весточку читать, и его личное письмо, и вещи его лишний раз в руках подержать, дома перебереть, поностальгировать. А мы? Любим ли мы Христа? Нет, я всем говорил, вы сколько меня слушаете или других проповедников, и сразмерьте с тем, сколько вы слушаете, читаете. Сейчас слушать можно Евангелие, читать можно. Я говорю, вы сразмерьте время, и сразу узнаете, самому себе, честно, ответьте на вопрос, кого вы любите-то? Тот, кого любит, тот к нему отлепиться от него не может. Так что, вот такой вот, как всегда у меня ролик, через призму любви, надо, хотим отдалить приход Антихриста, надо любовь в мир нести. Посмотрите на все страны, когда там все это вспыхивает, когда там, ладно уж, назовем их Антихристами, все это взнуздывают народ-то, да когда вот именно умаляется вот это христианство, ну или где его там вообще нет, где люди просто действительно соскотиниваются, так нам-то надо и делом, и словом, все больше и больше говорить людям, что нету никакой политики в христианстве, да ты можешь быть политиком, ладно, я не знаю, как ты там будешь с лицемерием, правда, как все это совместить, чуть ли я сомневаюсь, что это совместимая, вообще вещь, христианство, там, политика, я не знаю, возможно ли это все, большие у меня сомнения, вы сами знаете, в мире есть на кого для примера посмотреть, все это так, там от христианства-то нельзя служить двум богам, хоть ты тут тресни, вот, поэтому наше дело-то заквашивать мир, и этой закваской мы будем чуть-чуть отдалять, а не палкой, с палкой бороться, злом, зло не побеждается, зло побеждайте добром, нам сказал и Господь, и потом его апостолы, поэтому поменьше надо всего этого, я так убежден, конечно, скажете, есть апокалипсис, откровение Иисуса Христа, данное рабу его Иоанну, ну и что, что там, тоже много, что ли? Оно было специально написано еврейскому, чуть ли не народу, прямо перед разрушением Иерусалима, так скажем, в последний такой, озглас покаяния, ну ладно, об этом я сейчас тоже, ну в общем, вот такой вот ролик об Антихристе, о последних временах, а, ну и любовь-то к врагам-то, вот мы все время боимся этих Антихристов и людей-то, как ты начинаешь молиться за ближнего? Да ты когда-то понимаешь, когда ты действительно себе признаешься, что я верю в вечную жизнь, я общаюсь с христианами, многие не верят в это, или по крайней мере верят только на словах, говорят, умереть боюсь, если ты боишься умереть, значит ты не веришь в бессмертную жизнь, ты не веришь, что ты будешь со Христом, ты чувствуешь за собой грехи и грязь, тот, кто верит в бессмертие жизнь, тот, кто верит, что он очищен и это видит, хоть как Павел и говорит, я вроде бы не знаю за собой, но они прекрасно свидетельствуют, что да, они со Христом, Бог их ждет, потому что они подвизаются, живут, видят в себе благодать Дух Святого, дары его, конечно, и они мечтают быть со Христом, вот, а если в тебе этого нету, брат, сестра, посмотри, все ли в порядке, правильным ли ты путем идешь, если этого нету в тебе, неправильным, как ты можешь, где страх, там нет любви, ты не готов, значит, туда, а как ты можешь быть не готов туда отойти, христианин, конечно, готов, и когда ты будешь готов, тогда все, кто тебе противится, твои благодетели, он тебя распинает, он же тебя прям ко Христу отправляет, посмотрите на Бога, как он молился за распинателей, на Стефана, как он молился, чтобы не вменили, и потом, поначитайте там святых разных конфессий, негодяи, антихристы, когда его распинают, да что, это уже бред полный, уже полу государственный, когда церковь там сблудила с государством, и понеслась, поехала, когда уже культ укрепили, настолько нерушимым сделали, со всеми его обрядами, этими навороченными заповедями, человеческими преданиями, и баснями, и сплетнями, чего только нету там, всего понамешанное, и язычество, и оккультизм, и магия, и фетишизм, ой, это вообще кошмар, всего, все пособрали, всю саму нечисть, в культе, в христианском особенно, вот, когда ты начинаешь молиться за врага, когда ты понимаешь, что он тебе не враг, а потому что любой тебе человек, делающий тебе добро, вот он тебя обижает, сейчас, ты с ним общаешься, человек тебя обидел, обозвал, ты понимаешь, что ты можешь причаститься Богу, он сказал, вас будут убивать, а вы блажены, что значит блаженны, потому что кто понял смысл, что Бог есть любовь, и что жертвенная любовь, это делает человека совершенным, ибо страданиями, ты, навыкаешь послушание отцу, не рабща, уповая на него, и любовью, даже жертвенной, тебя Господь, через эти случаи, вот такие, в твоей жизни, делает тебя совершенным, и ты поудобляешься Христу, который тоже так же все терпел, благотворил, отвечал добром на зло, и даже на распятие молился, и ты понимаешь, что все, те, кто на этой земле делают тебе добро, во-первых, он тебе брат, он страдает от этого зла, и в принципе, ты бы не хотел, чтобы он тебе уделал, потому что ему плохо, он-то себе делает больно, он-то себе душу свою коверкает, это сейчас не видно, за кожаной одеждой его, но потом это откроется, и ты страдаешь действительно за него, ты начинаешь молиться, но молиться не вот это, что Бог судья, а я, мол, такой праведник, нет, это молитва духа, Бог-то любовь, и ты уже становишься любовью, но это плач души такой, да, хотя он и плач радостный, потому что ты понимаешь, что Бог любовь, и если ты его уже не осуждаешь, Бог как на той блуднице показал, я его тоже тогда не осуждаю, давай терпи, и вот его, как я вас своей любовью, своим вот этой крестом показал, привел к отцу, так и вы приводите ко мне, являя себя, меня в себе, то есть Христа каждый в себе являет, тем же самыми делами, творя зло, добро на зло отвечая, благотворя даже всем, и даже до креста, и все, из креста ты спокойно говоришь, спасибо, брат, знай, что за меня ты не понесешь наказание, ты мне оказал огромную услугу, может тебе Господь будет за другие, кто тебя будет, помните, как Господь этой блуднице сказал, кто на тебя что-то будет иметь, да, и я тебя буду судить, помните, а если никто тебя не судил, и я меня сужу, так и ты, брат, говоришь, брат, я не знаю, там Господь за твои дела будет с кем-то тебе там судиться, но со мной ты судиться не будешь, я тебя люблю, ты меня отправил туда, ты мне плохого не сделал, то же самое, когда обижают меня, я ни на кого не обижаюсь, почему, да потому что человек мне делает, мало того, что награду, но только, правда, свои, получается, сам страдаю, он, получается, даже за меня страдает, потому что он злой, а мне, получается, делает добро этим злом, ты начинаешь даже думать, слушай, как это так-то, он страдает, я даже радостнее не становлюсь, потому что он-то страдает, зачем мне такая жертва, что он будет в аду за меня, грубо, по-детски вам говорю, да, а я вот за счет его зла еще и в рай, нет, ты говоришь, господи, только чтобы он тоже со мной, или, по крайней мере, это ему не вменяй, потому что, ну, спасибо, ты мне показал, научил промыслом, я стал более совершенным по образу тебя, но ему ничего не делай, вот человек приходит в какое состояние, и в таком состоянии сам Бог наш и Творец, ну, фундамент-то, почему ты так думать начинаешь, потому что ты бессмертен, Бог бессмертен, Бог любовь, есть разные этапы, все придем к покаянию, самим нам Господь тоже все грехи простил, ты на него смоешь, на этого человека понимаешь, что ты-то вчера такой же был, но он еще не пришел в меру, ну, и что, а ты-то только год назад до покаяния жил, а 10 лет назад, неважно, сколько ты прожил, а то мы пожили 2-3 года в праведности, и все, и из церкви Христовой стали синагогой сатаны, членами, вместо того, чтобы стать членами тела Христова, экклесии, церкви святых, мы стали членами сборища сатанинского, вот, это очень печально всегда, вот что такое любовь к врагам-то, и к антихристу, и ко всем на свете-то, ну, это слышит, меня слышит только любящее сердце, я это знаю, сердце, исполненное ненавистью, как оно меня услышит, оно деревянное, на такое сердце, семечки отлетает, как горох от стены, да и все, и только распаханное сердце, любовью или божьими скорбями, для чего скорби, да вот нужны нам скорби-то, а то у многих все там закровенело, надо поковырять немножко, порой, вот Бог и ковыряет нам это сердце, у всех разными способами, и, конечно, вот эти божьи слова в Евангелии, это, в принципе, не мои же слова, это не мои семечки, это божьи, кладут, падают, конечно, на добрую, а что такое добрая почва, доброе сердце, это чистое любящее сердце, и тем оно больше будет, еще больше вспахиваться, взрыхляться, чем мы больше будем его удобрять и ухаживать за ним, вот так вот, ну, все, в общем-то, хватит полчаса, поговорили немножко, не столько об антигрессе, сколько о Христе, я надеюсь, так и должно быть, ему вот одного процента хватит, а 99% мы отдадим Христу, как в Евангелии сделано, я говорю, один раз одно слово потребил, придет, говорит, некто во имя свое, так они и тогда его приняли, потому что отвергли Христа, это антиподные вещи, противоположные, так что вот так, ну, все, давайте поблагодарим Господа, и на сегодня хватит. Господи, Иисус Христос, Господь мой Бог наш, сущий нас всем Бог, и неизменный в слове в помышлениях своих, и воле в своей, которая есть, чтобы все мы, люди на земле, и на небе, все разумные твари, и вся природа, была в радости, благости и мире, и счастье Твоем, в Царстве Небесном. Спасибо за все, за всю любовь Твою, Господи, за все Твои благословения, за эту трансляцию, за всех братьев и сестер, за всех, кто случайно попал и смотрит этот ролик. Спасибо Тебе, Господи, Твои благословения всегда на нас, всех алчущих и жаждущих правды и любящих Тебя, а потому, исполняющих Твою единственную, святую заповедь о любви друг к другу, ко всем, а особенно к своим поверить, ибо Ты есть любовь, а мы Твои образ и подобие. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, спасибо Тебе за все. Ну все, братья и сестры, Христос посреди нас, Он живой, здесь и сейчас, везде. Помните, помните день оный, день последний, день судный, всех Он у нас станет, всем придется совлечься и облечься. Вопрос, чего совлечемся и во что облечемся. Ну все, всех Рани Христос, всех крепко обнимаю, нежно целую, все мои адреса канальчиков наверху, контакты внизу, ссылочки все справа, как всегда, ставь лайк, если понравилось, лайк все равно, если не понравилось, и делитесь, с кем считаете полезным этим роликом. Пока-пока, всех, до новых встреч в новом ролике.